Здравствуйте! В эфире программа «Семь минуты». В гостях у меня сегодня Марина Есенина, художественная руководитель Рязанского областного театра «Нособорный». Здравствуйте, Марина! Добрый день! Насколько знаю, 29 марта стартует творческая экспериментальная лаборатория. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это проект, к которому мы готовились достаточно долго. В прошлом сезоне, по осени, мы подали заявку на президентский грант. Мы выиграли грант с этим проектом. Экспериментальная творческая лаборатория молодые драматурги юным зрителям. В нашем театре очень часто проводятся самые различные лаборатории. Вот недавно тоже проходила лаборатория, связанная с современной драматургией. И вопрос вообще, что сегодня играть для подростков, как с ним разговаривать, он очень актуален для нашего театра. Потому что мы в первую очередь, конечно, театр для подростков. Потому что так получается, что та драматургия, которая сейчас написана, она, как правило, драматургами больше написана про свою молодость, а не про тех детей, которые сейчас растут. И, как правило, написана не тем языком, на котором сейчас общаются наши ребята. Естественно, нас эта проблема не может не трогать. И попытаться создать какие-то такие особые творческие условия для драматургов, режиссеров, актеров, где бы дети вместе с представителями творческих профессий, то есть театральных профессий, могли бы услышать, поговорить друг с другом. Вот на это была основная идея и смысл содержания нашего этого проекта. Мы оформили всю эту заявку, подали, рассмотрели на президентский грант. И к нашему большой радости президент поддержал нашу инициативу. И вот 29 числа, непосредственно после глобальной большой работы подготовительной, у нас стартует эта лаборатория. Вообще вся лаборатория делится не то, что вот они к нам приедут, мы детей будем приглашать, и они у нас постоянно будут находиться в театре, о чем-то разговаривать. Она вообще делится на таких два глобальных этапа. То есть первый этап он будет проходить с 29 марта по 1 апреля. Это так называемый этап на выезде. То есть мы собираем ребят, 20 человек искали их, выбирали, специально отбирали, потому что мы хотели не только, чтобы у нас были дети, скажем так, хорошисты, отличники, или дети, которые занимаются в театральных студиях каких-то. Мы хотели увидеть на нашей лаборатории и ребят сложных. Поэтому мы выходили на самые различные центры и общались с ними. То есть мы собираем ребят из области, 20 человек детишек в возрасте от 13 до 16 лет, 20 человек актеров нашего театра, 5 режиссеров из Санкт-Петербурга, Москвы. И вот сейчас ведем переговоры с городом Грозным, и оттуда, надеемся, к нам приедет режиссура. И с драматургами из Москвы, Свердловска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. То есть 5 драматургов, 5 режиссеров тоже приедут на нашу лабораторию. Молодых, интересных, инициативных, которым интересно то, чем хотим мы заниматься в наших лабораториях. Интересна вот эта тема, где не только режиссура, но и где есть у этих режиссеров-драматургов желание и стремление услышать и понять сегодняшнего подростка. То есть вот они тоже к нам приедут. 5 педагогов будет выезжать, ну и, соответственно, организационная группа. И в течение мы выбрали пьесы, то есть приедут драматурги с своими пьесами. Драматурги молодые, но уже достаточно именитые, где с детьми будут обсуждаться эти пьесы, будет выбираться какая-то проблема. С помощью театральных тренингов будет выделяться, скажем так, то, что сегодня очень сильно волнует ребят. Потому что если бы они были в Рязани, скажем, они вот пришли, поговорили с драматургами, домой ушли. А здесь вот желание вырвать из этой среды, поместить их совершенно в другую, как бы, такую среду, ну, скажем так, какого-то вот такого эксперимента, где ребята вместе с драматургами варились и наши актеры вместе бы варились. И мы надеемся, что это даст очень любопытный результат. И потом по тем тренингам, результатам тех тренингов, тех обсуждений, тех работ, где ребята будут не только играть, я думаю, на сценической площадке вместе с нашими актерами, где они будут заниматься декорациями по поводу этих пьес. Они выйдут на какую-то тему, особенно интересующую каждую группу, таких групп будет пять, значит. И, соответственно, в конце вот этого выезда, этого четырехдневного выезда, они представят там такие небольшие мини-спектакли. Я думаю, что для драматургов это будет очень любопытным опытом. Потом мы переезжаем со 2 по 7 апреля, мы будем работать уже на базе нашего театра, где актеры, уже пообщавшись с детьми на выезде, режиссеры и драматурги, те пьесы, которые будут представлены как для каждой группы, будет одна пьеса. Они будут уже читать или делать эскизы спектаклей, вот уже поработав с ребятами, преломив это все через себя. Если потребуется, то мы будем приглашать и ребят, которые были на выезде, будем просить их участвовать в читке. То есть 6 дней они готовят читку вот той пьесы, которую театр выбрал. Ну и все будет, конечно, сопровождаться самыми различными дискуссиями, круглыми столами. Мы надеемся, что нам, возможно, еще в финале нашей лаборатории удастся собрать театральный, мы так называемый, это педсовет, где педагоги будут приглашены не только из Рязани, но и из районов. Мы как бы сейчас рассматриваем тоже эту возможность на заключение всего этого этапа. То есть и вот такой вот интересный синтез, я еще раз говорю, что самое, наверное, что сложное в этой лаборатории, и что самое интересное, это создать вот эту атмосферу, где ребенок бы заговорил, где ребенок понял бы, что есть театр, театр, который в нем заинтересован, это его театр, и театр очень хочет сегодня говорить с ним на том языке и затрагивать те проблемы, которые интересны ребенку. Вот вы в самом начале сказали, что вот сегодняшние дети, они принципиально отличаются от детей, которые были сколько-то там лет назад. Нет, я не сказала, что они принципиально отличаются. Ну, тем не менее, они живут, они живут. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, да, вот у меня сейчас определенное количество возрастов, я думаю, мы вот были не такими. Ловлю себя на мысли, что, скажем, мои родители и люди, которые в моем детстве, они тоже то же самое говорят. Времена меняются, дети не меняются. Ну, а вот как заинтересовать сегодняшнего ребенка? Вот мы это и пытаемся понять. Во-первых, себя современного ребенка не надо обманывать. Вот, то есть, опять же, то, когда мы росли, у нас не было такого обилия, скажем так, виртуального пространства вокруг нас. То есть, у нас не было такого количества музыки. Я, скажем, вообще человек, который родился в Советском Союзе, я вообще в другой ситуации родилась. Вот, то есть, дети, по сути, свои, они не хуже, не лучше, они такие же. Вот, а вот то, что времена меняются, среда меняется, и социальная среда меняется, она сейчас очень сложная. Вот, именно вот о чем. То есть, нам сейчас нужно понять, что сейчас чувствует ребенок. Потому что ни для кого не секрет, что дети сейчас, дети же всегда во все времена, особенно в подростковом возрасте, сейчас не говорю детей, а именно подростков, всегда вот момент нигилизма им был свойственен. Это же самый сложный возраст, от 13 до 16. Момент становления, как бы, вот именно личности человеческой. Потому что, именно, говорю, в этот момент родитель как-то перестает быть авторитетом. Вот, а если ребенок находит какие-то неправильные авторитеты себе, с нашей точки зрения, будем так говорить, морально-этические и нравственные какие-то неправильные, то потом, как бы, уже сложнее этого ребенка поймать. То есть, ну, результате, как бы, извините, что такое высокопарность, мы можем потерять и гражданина, как бы, то есть, то, что, на мой взгляд, сейчас немаловажно. И учитывая, что сейчас, конечно, идет просто вот обилие той информации вокруг ребенка, а фильтры не всегда срабатывают. То есть, это вот-вот в чем разница, наверное. И то, что, как-то, в последнее время у нас было немодно затрагивать то, что называется морально-этическими принципами, то, что все-таки есть какие-то определенные идеологические аспекты у каждого общества. То есть, почему мы об этом стыдимся говорить, я не понимаю, потому что, в принципе, все западные страны построены на идеологии до сих пор, только на своей. А мы к этому прилепили, как бы, вот, к коммунистической идеологии, и все. Поэтому это очень важно, чтобы, как бы, у ребенка формировалось какое-то очень четкое, нравственное, христианское, даже можно, извините за такое выражение, какая-то вот позиция, позиция понимания, кто тебя окружает, и как ты будешь относиться, соотноситься с этим миром. То есть, вот, о таких вещах хотелось бы поговорить с ребятами, ну, конечно, более простым языком доступным. Современная идея с удовольствием идут в театре. Вы знаете, в чем дело? То есть, как бы, то, что, я не могу за большой срок говорить, но сейчас то, что у нас идет в театре, оно пользуется у ребят с спросом. Мы видим, что ребята подключаются, остро реагируют, в ответ пишут там на форуме театральном замечательные сочинения, хотя мы их к этому, как бы, как бы это сказать, мы провоцируем это действительно, да, то есть, как бы, но в хорошем начинании. Приятно, что ребята думают. И очень много думающих и талантливых, еще, говорю, вот, детишек, которых хочется поддержать. И даже есть же дети, действительно, которые попали в сложную ситуацию, но они же в этом виноваты, они в эту жизнь пришли. Будут уже даже большие победы, так скажем, для нас, если после этой творческой лаборатории кто-то из ребят, которые, ну, сложных ребят, скажем так, найдет себя, найдет реализацию своей творческой энергии, может, не просто там на сцене, может быть, в рисовании там или в музыке, потому что этот момент тоже будет у нас на лаборатории отслеживаться. То есть, эти вещи очень важны. Об этом сейчас, вот, это один тоже, как бы, из таких моментов, который, вот, увлек в основу, скажем так, нашего проекта. В гостях сегодня была Марина Есенина, художественный руководитель Рязанского областного театра на Соборной. Редактор субтитров А.Семкин